Всем привет! Вы на канале Вязание с Крокос. Меня зовут Ольга. Добро пожаловать! Пробежала первая неделя нашего совместного проекта, который называется Носочный Бом 4. Организовала данный проект Анна Полозняк. Ее канал называется так же. Стартуем мы на двух площадках. И на ютубе, и на дзине. Списки участников разные, и вы найдете их в описании к видео. Переходите к девочкам, поддерживайте их так же, как вы поддерживаете меня. Спасибо вам за это большое! Огромное спасибо! Конечно, когда я вначале взялась вязать вот данные носочки, которые даже как-то в кадр у меня целиком не помещаются, сейчас мы о них поподробнее поговорим. И когда я взялась их вязать, я думала, что ой, так быстро я их сейчас свяжу, и вторую пару успею, и пятая, десятая, но не тут-то было. С ужасом понимаю, что вчера был четверг, и что у меня только вот одна пара готова, начала вторые. Сейчас их тоже покажу. В общем, не так уж продуктивно, но в целом неплохо. Одна пара есть. Это большие носочки. Это огромные носочки на богатырскую ногу. Получились носки 45-го размера. С высоким погаленком. Здесь от начала, ну то есть все расстояние от начала вывязывания до пятки, до конца пятки вывязанной, получилось 30 сантиметров. В целом, насколько я знаю информацию, это носочки для солдат, и в целом именно такие высокие носочки, ну не то чтобы требуют, да, а желательно вязать такие большие носочки, как говорят волонтеры, и как говорят сами ребята, которые через этих самых волонтеров передают информацию о том, в чем они нуждаются. По пряже. Это у меня была и есть. Пихорка носочная. Сейчас я вам принесу этикеточку. Так, вот такая пряжа. Пихорка носочная. В 100 граммах 200 метров 50% шерсть и 50% акрил высокообъемный. Характеристики. Спицы 4,5, крючок 5,7. Так, номер цвета у меня заклеенный. 414 милаш, если кого-то интересует, да. Ниточка хорошая, мне нравится. Она в целом хорошо подходит для носочков. Я для своей семьи вязала из нее. И носочки носились относительно долго. В целом, то есть один сезон они выдерживали. Я просто дарила их папе. И точно знаю, что он один сезон их относил, потому что я когда подарила, я спросила в конце зимы, а дарила я в Новом году, на Новый год. А вот по поводу второго сезона я уже не спросила. Возможно, и дольше прослужили. Не буду вас вводить в заблуждение по поводу носки этой пряжи. Знаю, что также в требованиях, точнее пожеланиях, использовать именно, ну, более тоненькую пряжу. Но в целом я сейчас вывязываю то, что есть. Я знаю, что ребятам пригодится все. И что в сапоге удобнее теплые носочки, и что спать в этом так же тепло. И знаю я это, но из первых уст, так скажем. Немного тяжело об этом говорить, но, в общем, я знаю. Немножко пробежимся по самим носочкам. Вязала я их на спицах 3,5. Получились они у меня по-настоящему богатырскими. Набирала я 56 петель. И, честно говоря, я не думала, что будут они такие большие. Здесь на большую полноту ноги. Использовала пяточку померанг и вывязывала также клин подъема, потому что, ну, вот, вывязав вот эту часть, да, я уже в целом понимала, что размер будет большим. Поэтому клин подъема я здесь вывязала тоже на 4 петли. Вроде по 4 петли с обеих сторон я имею в виду. Вроде немного, но за счет того, что пряжа толстенькая, вязка, плотная, получилась хороший клин подъема. Также я здесь пустила метод Helix цвет синий. Это же носочная пряжа у меня в остаточках была. И вывязала практически все остатки. У меня было два моточка. Один побольше, другой поменьше. И вот ориентируясь на моточек поменьше, чтобы не делать лишних узелков, я сначала вывязала его и столько же провязала от другого моточка. Вот такие носочки получились. Но они на самом деле самые простые и самые нужные. Данной пряжей у меня в запасах была практически упаковка, поэтому я приступила к вывязыванию примерно таких же носков, но уже на более маленькое количество петель. Вяжу я их также на спицах 3,5. Начала вязать точнее, но здесь не пугайтесь, точнее не обращайте внимания, здесь спичечки вставлены, потому что у меня просто не хватает сейчас спиц, много проектов. Я в данный момент работаю над другим процессом, поэтому спицы пересняла. Здесь уже я вяжу на 48 петлях и кажется, что как бы очень мало, но на самом деле носочек очень получается эластичным и прекрасно, хорошо тянется. То есть здесь, естественно, будет размер уже поменьше, я думаю, что стандартный 41-42, поэтому взяла поменьше количество петель. В общем, буду экспериментировать. Следующий, наверное, на 52 свяжу и так далее. Серый, соответственно, это этот же цвет, а голубой это Alize Lana Gold. Когда я провязала несколько рядов, мне показалось, что получается какая-то несуразица. Но в целом сейчас мне кажется, что смотрится совсем и неплохо. Такой яркий акцент, яркий элемент. И в данных носочках я хочу пустить пятку Strong и также хочу пустить методом Helix полоски по стопе. Не знаю, что из этого получится, посмотрим. Дело в том, что мне вот здесь вот моточка, видите, мало осталось. Здесь мне явно не хватит на целый носочек. И, возможно, я уже по стопе пущу именно вот этот голубой цвет. Ну, посмотрим, в общем-то. Пока такие мысли в задумках, буду ориентироваться по пряже, чтобы сделать минимальное количество узелков. Потому что вот эти носочки я начинала каждый от нового мотка. И вот из пяти мотков у меня один целый. И вот такие вот остаточки, которые тоже нужно извязывать. Так, если сравнить вот эти поголенки, то мне немножечко отвязать. Потому что по расчетам пятка Strong у меня будет 8 сантиметров. То есть еще парочку рядов, и я буду начинать уже пяточку. А если сравнивать попетельно, то в целом вот какое различие. Как раз-таки вот эти несколько сантиметров, которые здесь выливаются в огромный объем. Вот такая получилась моя первая неделя. Она была посвящена полностью благотворительности. Я имею в виду вязание для проекта «Носочный бум». На следующей неделе я планирую, конечно же, работать над этими носочками. Еще, естественно, мне нужно начать что-то новое. Потому что наш проект подразумевает новый старт каждую неделю. Спасибо, что посмотрели данное видео. Мне очень приятна ваша поддержка. Очень приятно ваши теплые комментарии читать. Все читаю, всем со временем отвечаю. Спасибо вам большое за ваши лайки и подписки. Сейчас это очень важно. Сейчас важна теплота в любых ее проявлениях. Я желаю вам всего самого хорошего, счастья, любви, удачи и мира вашему дому. Увидимся в следующих видео. И всем пока-пока-пока.